Приветствую всех зрителей, у нас самолёт GS-37 и в этом видео рассмотрим применение вооружения RB-75, ну или ракеты Maverick, говоря по-русски. Итак, что нам надо для этого сделать? Первая подготовка. Выбираем наши ракеты, переводим данный галетничек в положение RB-75 и переводим данный галетничек в положение ANF. В общем-то, мы готовы к тому, чтобы применять Maverick. Что нам надо будет в настройках управления? В первую очередь, курок захвата, точнее ARM, но откидываем гашетку предохранителя. Дальше закрываем гашетку предохранителя, курок захвата в первое положение T1-fix, курок захвата во второе положение T1-fix, курок захвата в нулевое положение T0-fix и релиз баттл. Помимо этого, нам надо еще Radar Stick Down Left-Right, ну по сути это говоря, сенсор Control, ну и точнее не сенсор, а как он там, TDC на других самолетах, но которая занимается перемещением непосредственно самой головкой самонаведения Maverick. Кроме этого, может понадобиться нам в других режимах Radar A2 моды, A1 моды и выключена нулевая моды, ну и в общем-то все клавиши, которые нам нужны для применения именно Maverick. Итак, переходим опять же в меню и давайте рассмотрим теперь в кабине теорию применения, как Maverick применяется в теоретической части. Ну, во-первых, самолет древний, вот это вот окошечко, при помощи которого мы, скажем так, ищем цели, вот эта точечка совпадает с перекрестием прицела. Что, как мы атакуем? Во-первых, откидываем предохранитель, открываем, далее накладываем эту точку в район цели, по этому экранчику смотрим, где цели, как только увидели, куда нам надо навестись, курок захвата в первое положение, при помощи Radar Stick'а двигаем нашу головку самонаведения до цели, зажимаем курок захвата во второе положение, происходит захват цели и производим пуск. После того, как произвели пуск, сразу же закрываете предохранительную скобу и переводите курок захвата в нулевое положение. И, в принципе, дальше можете опять откидывать скобу и повторять атаку. Ну, а теперь, собственно, давайте практика. Так, снимаемся с паузы, выключаем автопилот, откидываем предохранительную скобу, начинаем пикировать в район цели, видим эту мазню какая-то там картинка. В общем, картиночка здесь, конечно, курок захвата в первое положение, курок захвата во второе положение, есть захват, пуск, курок закрываем, появляется снова изображение мавериков и в нулевое положение. Далее опять скобу открываем, курок захвата в первое положение, ищем опять цели, курок захвата во второе положение, пуск, закрываем, курок опять в нулевое положение. Далее опять открываем скобу, курок захвата в первое положение, курок захвата во второе положение, пуск, закрываем предохранительную скобу. Опять курок захвата в нулевое положение, открываем предохранительную скобу, курок захвата в первое положение, курок захвата во второе положение, пуск, курок захвата закрываем и в нулевое положение, точнее закрываем скобу в нулевое положение. Вот мы выпустили все 4 Маврика, и давайте посмотрим на результаты, попадут ли они, раз Маврик попал, они летят, по-моему, 2 Маврик попал, 3 Маврик попал и 4 Маврик попал, ну все 4, в общем, выпущенных Маврика попали. Конечно, как видите, удобство тут применения, ну, такое себе с этим глазком и так далее, но с другой стороны, самолет 70-х годов, и скажем спасибо, что тут вообще есть ракеты Маврик, потому как для самолета 70-х годов, ну, по крайней мере, такая, хоть и кривая система, но это лучше, чем ничего. Применение НАР на самолете GS-37. Итак, первое, что нам надо сделать на данном галетнике выбора вооружения, поставить ЭТ, это атака, далее здесь в верхнем положении данный галетник, пуск НАРа в залпом, в нижнем положении, соответственно, по одному, но оставляем пуск залп. Ну и здесь галетник в положении АНФ, и, в общем-то, мы готовы атаковать. Снимаем, выключаем автопилот, откидываем предохранительную крышку и начинаем пикировать на цель. Здесь у нас всё по-старому, точка прицеливания, здесь появятся линии, когда они достигнут данных чёрточек, то, соответственно, мы готовы к тому, чтобы открывать огонь. Всё достаточно-таки просто. Так, пикируем на цель. Производим залп. И, собственно, выводим наш самолёт. Так что, как видите, НАРы достаточно-таки легко применяются. Давайте посмотрим на результат атаки. Отлично. Все цели поражены. Итак, применение бомб на самолёте EGS-37 Vision. В первую очередь выбираем бомбы. Переводим в галетник в положение Duke. Это тот же самый, что и RB-75. Данным галетникам мы можем задавать интервалы между бомбами. Дальше смотрим. Нам необходимо выставить на высотомеры нашем давление в районе цели. Для этого мы нажимаем, выводим на коленный планшет. И смотрим давление. У нас 10-12 в районе ППМ-2. Это куда я собираюсь бомбить. Ну и, собственно, 10-12 у меня выставлено. Ну и всё. Далее всё очень просто, как и с НАРами. Откидываем предохранительную крышку. Соответственно, сразу же у нас самолёт в боевом режиме. Ну и начинаем пикировать на цель, как только начнут выплывать линии. Кстати, могу ещё посоветовать, что EGS лучше опустить. Тогда метки будут лучше выплывать. Ну и начинаем пикировать. Видим, линия уменьшается. Как только она коснётся чёрточек, производим заброс. И бомбы брошены. Давайте сейчас посмотрим на результаты. Хлобысь. Ну, в общем-то, как видите, куда бросал, туда и попал. Так что, ну, с бомбами здесь так же всё просто, как и с НАРами. Точка на цель, сброс и до свидания. Итак, следующая у нас опять же бомба М71, только с тормозным устройством. Их надо сбрасывать на низкой высоте 150-200 метров и скорость 0.8-0.9 маха. Итак, готовимся. Во-первых, данный галетник в положение СЮ. Это положение по умолчанию. Далее выставляем давление, если оно нам надо. Галетник НАФ, конечно же, в положение оставляем именно в этом. Не АНФ, а галетник оставляем именно в положении НАФ. Ну, и, собственно, опускаем стекло Илса. Далее, что нам надо. Далее мы начинаем пикировать, разгоняемся. Смотрим индикатор маха 0.8-0.9 и скорость должна у нас быть... Да, где-то 0.8-0.9 маха и высота в районе 150-200 метров. Стекло мы опустили. Начинаем разгон и откидываем боевую кнопку. Имеется в виду предохранительную, конечно, скобу. Так, смотрим на скорость. Ого, скорость уже слишком круто. Сейчас я приберу. Вот, и как только мы зайдем на нужную высоту, у нас появится индикация прицеливания. Давай, 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 давай. О, видите, выползла. Кружок это последняя бомба будет ложиться в серии. Высота 250-230-200. А точка это первая. В общем, необходима цель поместить между кружком и точкой и зажать кнопку сброса. Скорость у нас хорошая. Высота нормальная. Летим. И готовимся к сбросу. Цель в воротах дальности. Сброс. Все. Бомбы сброшены с тормозным устройством. И смотрим, что получится. Бабах. Ну, как видите, бомбы попали. Конечно, криво-косо. Но это очень неточный метод бомбометания для поражения площадных целей. Ну, и для того, чтобы просто зайти на очень большой скорости, откидаться и тут же уйти. Бомбы с тормозным устройством обладают самой низкой точностью. Поэтому ожидать, что вы прям там все цели точечно будете поражать, конечно же, не придется. Ну, и не забываем опять закрывать наш предохранитель для того, чтобы перейти в режим навигации. Следующее у нас это применение планирующих бомбовых контейнеров в БК-90 Мьелнер. Данные планирующие бомбы, видите, контейнеры. И в них загружены такие маленькие бомбочки, которые, в общем-то, при полете высыпаются из этих контейнеров в зависимости от заданной программы. Программы у нас тут целых три. Первая программа это код 921, это протяженное поражение, то есть, когда одиночная бомба делает две такие длинные дорожки. 922 код это когда две бомбы делают такие длинные четыре дорожки справа и слева от себя. Но в основном применяют этот код. И 923 это когда две бомбы накрывают одну цель. Помимо этого, у бомб БК-90 в редакторе миссии есть три варианта загрузки. Это MJ-1 чисто осколочно-фугасные контейнеры, MJ-2 бронебойные контейнеры и MJ-3 это смешанные контейнеры. Ну и, в общем-то, непосредственно переходим к их применению. Итак, движемся в направлении цели. Давайте сейчас опять нашего полигона. Я поставлю автопилот в стабилизацию угловых положений. Данные бомбовые контейнеры применяются с высоты от 50 до 500 метров и на скорости где-то от 0.6-0.9 маха. Итак, переводим наш переключатель вооружения в положение АТ. Выбираем наш целевой ППМ, на который где находится цель. Это Б2 должна быть. Но этот ППМ должен стоять точно на цели. Далее данный галетник вниз одиночный сброс, вверх парный сброс. Ну, понятное дело, мы используем парный сброс. Дальше переходим сюда. Такт, ин, 922-й код, ввод. Вводим для наших бомб 922-й код, то есть это должно быть 4 дорожки. Ну и врубаем АНФ. Все, отключаем автопилот и начинаем снижаться. Открываю я предохранительную скобу. Сразу видите, загорелась красная лампа. Это означает, что параметры нашего сброса еще за пределами допустимых. То есть необходимо нам снизиться. Я снижаюсь и где-то с высоты в 500 метров, сейчас в 420, где-то вот с такой высоты буду осуществлять сброс. Как обычно, видите, идут линии к воротам дальности. Ну, как только они достигнут ворот дальности, то я буду производить, собственно, сброс. Так, летим в район нашего второго ППМа. Выдерживаем высоту, скорость и сброс. Все, наши кассеты бомбовые ушли. Давайте сейчас пронаблюдаем за результатами нашей работы. Где там наш флигон? Смотрим, накроют бомбы или нет. Достаточно долго они, как видите, летят. Но если все настроили правильно, о, как замечательно. Видите, точно в цель. В общем-то, все скомпление техники поражено. Следующее у нас, что в применении, это ракета РБ-05А. Это, по сути говоря, ПТУР первого поколения. Ракета достаточно-таки мощная, но является ПТУРом первого поколения. Итак, как применяется данная ракета? Во-первых, у нее есть целых три варианта применения. Первое, это положение Марк или РБ-75. Это атака воздух-земля. Дальше, по умолчанию, положение СИО, это воздух-поверхность. То есть, когда мы атакуем корабль, теоретически. Ну, в реале это активирует замедлитель при подрыве. Ну, есть еще режим люфт, если вы хотите от ракеты стрелять по воздушной цели. Но я думаю, таких извращенцев очень немного. Ну, и сразу давайте зайдем в настройки управления. Надо РБ-стик, ПИЧ-А, ПИЧ-ДАН, ПИЧ-ЛЕФТ и ПИЧ-РАЙТ. Это, по сути говоря, как в War Thunder управление нашим ПТУРом, когда пустили вверх-вниз, вправо-влево. Также можно вот эту кнопочку сделать. Тогда, когда вы ее зажимаете и держите, ваша ракета управляется при помощи вашего обычного флайт-стика. Если вы не будете маневрировать. Но я думаю, когда вы пустили этот ПТУР, тут не до маневрирования, хоть бы как бы его навести на цель. Итак, как применяется данный ПТУР? Переводим в положение Марк. Дальше переводим в положение АНФ. Тут смотрим, что есть положение АКТПОСТ. Ну, и далее начинаем пикировать на нашу цель. Предохранительную крышку открываем только лишь в момент пуска ракеты. Ибо здесь есть аккумулятор, и если он работает всего 40 секунд, как только вы откинули крышку, есть 40 секунд, после этого ракета мертва. Итак, производим пуск ракеты. А, откидываем предохранитель. Пуск. И давайте пытаемся эту ракету ввести к цели. Ну, это задача весьма, ребята, нетривиальная, хочу сказать. Вот, я попробую это сделать. Ну, наверное, не попаду я никуда. Да, ну, видите, в общем, управляется она весьма и весьма криво. Такая ракета на любителя, надо попрактиковаться. Но ракета достаточно мощная. Не знаю, в теории, по кораблям, по каким-то крупным зданиям этой ракетой можно стрелять. По мелким, конечно, целям этой ракеты попасть весьма сложно. И, как по мне, управлять ей еще сложнее, чем турами в War Thunder. И последнее, что у нас, это применение противокорабельной ракеты РБ-15Ф. Данная ракета имеет дальность полета до 90 километров, но рекомендуется запускать ее с 70. И высота пуска от 50 до 2000 метров. Также данная ракета может использоваться в разных профилях. Про это тоже сейчас поговорим. И сам профиль этой, профиль полета ракеты, можно задавать как в редакторе миссии, так и непосредственно из кабины самолета на экране радара. Итак, что вообще нам надо будет для применения данной ракеты? Во-первых, конечно же, это селектор нашего вооружения. Давайте снимем паузы, переводим в положение АТ, атак. Далее мы смотрим наш тумблер в положение АНФ. Данный галетник парный пуск, данное верхнее положение по программам. Дело в том, что ракеты могут атаковать как одиночную цель, просто лететь и поражать ее. Также могут, если групповая цель, поражать по программе. Программ целых 4 штуки. Вводятся они, опять же, при помощи данного устройства и имеют следующие коды. 8-4-1-1 это будет атаковать ближайшую цель к 8-му маркпоинту, это целевой ППМ. 8-4-0-2 это две случайные цели. 8-4-0-3 это две случайные цели из большой группы кораблей. И 8-3-0-4 это ракета в режиме сканирования и обнаружения цели атакует. Что такое маркпоинт? Дело в том, что ракета летит к цели по ППМ или так называемым маркпоинтам. Всего лишь их может быть целых 4 штуки. Начиная от BX-6 и заканчивая BX-9. Итак, BX-6, шестой маркпоинт, это у нас маркпоинт, в котором ракета спускается с высоты на предельно малую высоту, то есть летит уже над водой. Соответственно, эту точку необходимо ставить там, где уже есть вода. И, конечно, если вы только не атакуете сразу над поверхностью. Седьмая BX-7 это поворотный пункт, то есть если вы хотите, чтобы ракета летела не по прямой, а делала какой-то изгиб, например, огибала остров, то, соответственно, седьмой маркпоинт это поворотный пункт. Восьмой маркпоинт BX-8 это непосредственно сам целевой ППМ, то есть там, где расположены наши цели. Ну и BX-9 это маркпоинт, где наша ракета самоуничтожится. Если вы атакуете одиночную цель, а не по программе, то девятый можно не ставить. Если вы атакуете по программе, то девятый маркпоинт должен быть обязателен. И, как я говорил, эти точки можно задавать как в редакторе миссии, но я думаю, там все просто, редактором все умеют пользоваться. А вот как сейчас из кабины самолета это сделать, давайте рассмотрим. Итак, я снимаю с паузы, как я уже сказал, выбираю в положение атак, два эти тублера вверх, данный галетник у нас в положение АНФ. Далее мы включаем радар в положение первое, вот так, чтобы он выглядел, и начинаем изменять масштаб дальности нашего радара. О, 120 морских миль, и давайте посмотрим, что мы здесь увидели. А мы здесь увидим на радаре круповую цель. И, соответственно, будем программировать наши маркпоинты. Итак, что нам надо, начинаем, конечно же, с BX-8. Это наш целевой маркпоинт. Итак, нажимаем BX, далее нажимаем 8, далее нажимаем курок захвата в первое положение. Обратите внимание на индикацию. Сейчас давайте я сделаю так, чтобы оно и маркпоинты были, и радар. Итак, нажимаем курок захвата в первое положение, видите, появляется крестик, это наш маркпоинт. И дальше к нюпелям радара я двигаю в район цели. Курок захвата в второе положение, поместили. Дальше BX-7, это та точка, где ракета будет уходить на малую высоту. Опять же, курок захвата в первое положение. Так, и где-то... А, это не... это поворотная точка. Давайте вот здесь мы ее поставим. Это точка поворота, где наши ракеты повернут. У нас шестая. Ставим, есть, поставим. Дальше BX-6, это спуск на предельно малую высоту. Опять курок захвата в первое положение. И где-то вот здесь вот мы поставим. Ну и последняя BX-9, самоуничтожение. Тоже давайте курок захвата в первое положение. Видите, вот она где-то здесь. Все, у нас полностью все готово, запрограммировано. В принципе, если мы атакуем одиночную цель, то можно уже пускать. Но давайте еще помимо этого введем, конечно же, профиль для наших ракет. Переводим в такт. Далее делаем IN. И я выберу атаковать две случайные цели. Это 8, 1, 2, 3, 4, 2. И нажимаем ввод. Все, возвращаем в out и в act post. Ну, в общем-то и все. Мы как бы все запрограммировали. Откидываем боевую клавишу. Далее выбираем BX-8. Для того, чтобы, видите, отображается BX-8. Дальность до цели 90 километров. Ну и летим к этому ППМу. Сейчас у нас уже должна появляться индикация. А вот она уже и появилась. Вот это вот створ 70 морских миль. Ну а здесь 90. Ну, соответственно, с 90 лучше не запускать, чтобы ракет хватило энергии. Я ускоряюсь. Идем до 70. Есть 70 морских миль. И запускаем две ракеты. Зажимаем боевую клавишу. Ракеты две сошли. Загорелась красная лампа. Ну и закрываем наш предохранитель. Все, после этого, в принципе, ракеты являются пустил-забыл. Давайте сделаем отворот. Будто мы атакуем настоящую, а не учебную цель. Ну и я включу стабилизацию высоты. И давайте проследим за полетами наших ракет. Давайте я на вторую переключу, чтобы было. Более видно. Оставлю также маркеры. И погнали. Итак, сначала на 6-й BX-6 PPM у нас летит на высоте большой. Сейчас достигнем, когда мы 6-го PPM, ракеты спустятся вниз. Раз. Все, ракеты пошли. Сейчас они летят на PPM BX-7. Ну или точнее на Markpoint, где они осуществят поворот. Есть поворот. И вот мы уже вышли в район цели. Итак, видим наши тонкодесантные корабли. Давайте пока я маркеры отключу. И теоретически, если все режимы сработали правильно, то теперь данные ракеты должны распределить две случайные цели и их поразить. Что мы сейчас попытаемся пронаблюдать. Так, давайте все-таки опять я включу маркеры, чтобы мы лучше видели. Итак, видим, ракеты расходятся. То есть наш профиль две случайные цели правильно сработал. Еще перед попаданием ракеты, опа, видите, начинают вилять, выполняя маневр. Ну и, собственно... Раз и два. Все, отлично. Две цели поражены. Профиля можно, если вы атакуете одиночную цель, профиль можно не вводить. Просто сразу после того, как вы назначили PPM, запускаете ракеты, они поразят цель. Вот так вот применяется ПКР-RB-15F. Итак, последнее вооружение, которое у нас на Виге не осталось, это воздух-воздух. Здесь, в принципе, клоны ракета М9 всевозможных модификаций, по-моему, от B до J. И вооружение можно выбрать, либо переведя селектор вооружения в положение AR. Данная крутилочка задается у нас. База цели, далее, понятное дело, боевой галетник в положении АНФ. Также можно выбирать ракеты воздух-воздух при помощи этой кнопки. То есть, это быстрый выбор вооружения воздух-воздух. Если говорить про настройку управления... Так, сейчас. Настройки управления. То назначить можно вот эту вот кнопочку AR Missile Fast Select. Это быстро вы будете переключаться на ракету воздух-воздух. Ну и, собственно, кнопочка, конечно же, Uncage. Для того, чтобы разориентировать головку самонаведения. Ну и после того, как вы выбрали ваше вооружение воздух-воздух... Давайте я чуть опущу ИЛС. Видите вот эти вот квадратные скобочки, которые вы видите сейчас на экране. Это есть маркер цели, который надо наложить на наш самолет. Накладываем для того, чтобы изменилась тональность нашего сигнала. Далее нажимаем Cage on Cage. Если цель захвачена, то видим, цель помещается в кружочек. Зажимаем на 2 секунды боевую клавишу предварительно. Конечно же, откинув гашетку предохранительную. И производим пуст. Ракета пошла. Но сейчас посмотрим, попадет она или нет. Ибо такие ракеты, покуда они древние им, 9Б, то, в принципе, могут и не попасть. Ну, сейчас давайте дождемся. Да, ракета промазала. Снова наводим этот створ захвата на цель. Нажимаем Cage on Cage. И снова производим пуст. Следующая ракета сошла. А, опять ушла на ловушку. Ну, ладно. Следующее зажатие опять Cage on Cage будем производить. Сейчас. Он уже очень близко перед нами. Возможно, на такой дистанции он уже просто не захватит цель. Так, сейчас. Ждем изменения тональности. Есть. Опять захват у нас. Пуск. Ох, ракеты. Есть попадание. Цель, наконец-то, поражена. Мы можем еще раз сделать захват. И еще раз произвести пуск. Как видите, в общем, ракеты высокоэффективны. Но, в общем, принцип такой, что включаем вооружение воздух-воздух. Либо на селекторе, либо кнопкой быстрого выбора вооружения. Накладываем метку. Cage on Cage. Откидываем предохранительную скобу. И на 2 секунды зажимаем боевую клавишу. В принципе, если все нормально, то цель должна быть поражена. Также давайте покажу вам, как можно сбрасывать вооружение и подвесные топливные баки. Видите, у нас сейчас подвешен топливный бак. И его, например, в бою надо скинуть. Для этого у нас здесь есть вот такие вот кнопочки. Сейчас я пониже опущу обзор. Вот, видите, X-Tank. Откидываем вот эту предохранительную крышечку. Далее смотрим сюда. Нажимаем эту кнопку. И наш подвесной бак сброшен. Также, если вы хотите избавиться от вооружения, то же самое. Смотрим. Подвешены ракеты. Нажимаем эту клавишу. Ну и происходит сброс вооружения. Это для того, чтобы вы понимали, как избавляться от топливных баков, если решили вступить в маневренный бой. Ну что ж, надеюсь, данное видео оказалось кому-то полезным. Всех благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok